Это статья о правильном оформлении долговых обязательств. Как правильно написать долговую расписку? Взаимоотношения должника и взаимодавца регулируются Гражданским кодексом РФ. В документе должны быть указаны существенные условия сделки. Необходимо обозначить сумму долга, дату и место совершения сделки, реквизиты сторон и срок возврата денежных средств. Если заемщик планирует погасить долг частями, то нужно написать в расписке график платежей. Каждый платеж заемщика должен быть зафиксирован в расписке. Стороны сделки должны поставить свои подписи в расписке и расшифровать их. Заем может быть беспроцентным или предполагать выплату процентов должником. Величина процентной ставки должна быть зафиксирована письменно. По беспроцентной суде заимодавец вправе требовать уплату процентов по текущей ставке рефинансирования Центрального банка. В расписке не должно быть пометок и исправлений. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Если дело дойдет до суда, то истцу придется доказывать истинность исправлений. Передачу денежных средств можно зафиксировать при свидетелях, которые должны указать свои паспортные данные и расписаться в документе. В расписке могут быть обозначены пункты, которые позволят требовать заимодавцу неустойку за просроченный платеж по займу. Заемщик может указать в расписке цель займа. Если заемщик отказывается возвращать долг, то заимодавец вправе подать исковое заявление в суд. Долги менее тысячи рублей судами не рассматриваются. Отсутствие расписки сделает взыскание долга невозможным. Отдавая деньги в долг, каждый из нас желает вовремя получить их назад, а потому важно позаботиться о том, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств вы смогли доказать обоснованность своих требований. Если договор займа осуществлялся в устной форме, так обычно бывает между близкими друзьями или членами одной семьи, желательно подкрепить его долговой распиской. Сама по себе расписка не является документом, а вот доказательством обязательств перед вами у вашего должника вполне. Долг по расписке, о чем нужно знать. Долг по расписке можно взыскать точно так же, как и по договору займа, однако их принципиальное отличие заключается в том, что расписка хоть и служит доказательством наличия долга, но и сама по себе требует подтверждения своей законности. Договор займа же имеет гораздо более серьезное значение и считается неоспоримым до тех пор, пока будет не доказано иное. Как получить долг по расписке? Пытаясь взыскать свои деньги с должника, вы можете попытаться, решить проблему мирным путем. Начать следует с отправления должнику письменных претензий, в которых вы обязательно в вежливой, но настойчивой форме требуете уплатить долг к определенной дате. Даже если письма будут проигнорированы, то они смогут послужить доказательством в суде. Озвучено Яндекс.Спичкит. Также вы вправе попробовать провести переговоры с должником. Их наличие постарайтесь зафиксировать, например, в виде диктофонной записи или с помощью свидетеля. Попытайтесь заключить мирное соглашение, в ходе обсуждения которого дайте понять, что готовы пойти на некоторые незначительные уступки. Как, например, перенести дату выплаты долга на более поздний срок, либо вовсе простить часть задолженной суммы. Если все вышеперечисленные методы не дали желаемых результатов, а получить свои деньги вы намерены твердо, собирайте все необходимые доказательства и готовьтесь к судебному заседанию. Обратиться за защитой своих прав в суд. Если задолженная вам сумма не превышает полмиллиона рублей, вы вправе потребовать судебный приказ мирового судьи. В случае же более крупной суммы на кону вам остается рассчитывать лишь на выигрыш искового производства. Воспользоваться альтернативными путями взыскания долга. Данный путь является, как правило, вынужденной мерой, когда попытка решить вопрос долга мирным путем провалилась, а организация судебного иска кажется слишком долгой и затратной. Однако и продажа вашего долга другому человеку, и обращение к коллекторам не вернет ваши деньги в полном объеме, а потому вам придется довольствоваться меньшей суммой, чем обозначено в расписке. Как доказать подлинность расписки? Как уже было упомянуто, расписка не является документом, а потому требует подтверждения своей действительности. Доказывать это вам потребуется как для обоснования своей позиции в судебном заседании, так и при попытке продать долг или воспользоваться услугами коллекторов. К сожалению, в ныне действующем законодательстве не установлена четкая форма написания расписки, чем она еще раз уступает договору займа. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Однако любая расписка должна быть написана и подписана лично должником и никем иным. Содержать дату, точный адрес места написания, а также личные и паспортные данные, как должника, так и кредитора, включая адреса их регистрации и полные даты рождения. Содержать сумму долга, написанную как прописью, так и арабскими цифрами. Содержать дату и условия возврата, если таковые имеют значение. Гарантировать подлинность расписки может нотариус, который заверил ее сразу же после написания. Настаивайте на том, чтобы ваш должник писал записку вручную, а также внимательно проследите за тем, что именно он пишет. В случае, если вы заметите в расписке несоответствие данных, указания случайных дат, а также грамматические ошибки или помарки, потребуйте переписать ее заново. Любая, даже самая мелкая оплошность, может помешать вам выиграть судебный процесс. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. При этом не стоит забывать о том, что даже грамотно составленная и признанная экспертизой расписка не является гарантией безоговорочной победы в суде. Поэтому обязательно предоставьте и другие доказательства, а также не забудьте пригласить свидетелей. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.